Замурованный в саркофаге несчастный сталкер, вырезанная арена с мутантами с финальным мимбовым существом, чудак с агропрома общающийся с крысами, не до конца зомбированный сталкер, испытывающий всю тяжесть бытия и прочие страшные личности в сегодняшнем видео. В этот раз я расскажу о 9 самых жутких персонажах во вселенной игры сталкер. На стадии разработки игры были запланированы бои с мутантами, однако от этой идеи отказались, вероятно в связи с тем, что некоторые из участников были отменены. В первом бою Меченый должен был сразиться с псевдособакой, по мере выполнения основного сюжета Меченый мог прийти на арену и сразиться со следующими мутантами. Второй бой со снорком, третий с кровососом и четвертый бой с бюрером. Существует еще один пятый бой, в котором должен был присутствовать мега имбовый персонаж. Звери. Отмененный персонаж из игры сталкер Тень Чернобыля. Финальный противник арены после прохождения всех боев с мутантами. Это ума лишенный сталкер в экзоскелете. Вероятно попал под выброс или сильное пси излучение, в результате чего лишился рассудка. Был схвачен и загнан на арену бойцами долгом. Где его сделали своего рода боссом, после прохождения всех боев с мутантами. К сожалению арена не дожила к релизу, но есть возможность посражаться с мутантами в модификации Dead Air. Или же в Lost Alpha или Lost Alpha Extended, но во фриплее. Зверь в билде 2232 имеет поведение обычного сталкера. Это единственный зомбированный с постоянным именем. Кайманов это персонаж, упоминаемый в Теньях Чернобыля. Ученый, создавший подавитель агрессии радуга. Он же выжигатель мозгов. Он в игровом процессе не появляется. Однако ходит слух, что с данным ученым как-то связан болотный доктор. И вряд ли нормальный человек будет создавать подобное. Говоря о Кайманове, создается образ сумасшедшего ученого, который готов на все ради выполнения собственной цели. Наработки Кайманова использовались при создании установки в лаборатории X-16 и установке Monolith, он же сталкер. Стационарный тактический аннигилятор личности профессора Кайманова, емкостные разгрузки. Изначально в наработках сюжета 4-5 года у ученого была фамилия Касьянов. Он был руководителем лаборатории X-18 и втайне от правительства Украины получал от НИИ Агропром расходные материалы и оборудование. Следующий вырезанный и жуткий персонаж это Крысолов, отмененный в ходе разработки сталкер-тенчернобыля. А в оригинале заменен на дезертира. Бывший сотрудник киевского зоопарка, профессиональный зоотехник. Уволен после скандала, связанного со смертью жирафов. Поэтому не исключено, что он был зоофилом. В зону пришел заработать денег. Находился на Агропроме в вагончике на болоте. Дрессировал крыс и отпускал их досаждать военным. Был отменен вместе с самими крысами. Заменен на дезертира, а его роль в игре занял Крот, который и в релизной версии игры указывает игроку местоположение тайника стрелка. Перед походом в подземелье Агропрома рассказывал разные подробности по проникновению на базу. Чего явно не мог знать простой смертный. Обо всем происходящем на базе военных ему рассказывали крысы, которым намного проще быть незаметными. Следующий персонаж это довольно известная личность. За столько лет существования сталкера, все знают о сумасшедшем члене группировки Свободы, которая обитает в хижине на военных складах. Он экипирован в комбинезон наемника, внешний вид которого использовался в сборках. Его группировка указана как бандит, но он ведет стрельбу и передвигается как зомбированный. При этом ходит быстрее обычных зомбированных. По словам Макса, лидера Свободы, этот сталкер потерял рассудок после того, как побывал в деревне Кровососов. После этого сумасшедший поселился в старом домике на болоте и стал отстреливать всех, кто к нему приближается. Трудно представить, что такого он увидел в деревне, что настолько съехала крыша. Похожая ситуация наблюдается в модификации Lost Alpha. Там также находится сумасшедший сталкер в кожаном бандитском плаще. Он выкрикивает все те же фразы, но имеет очень криповый квест, чего нет в оригинале. По наводке ему нужно принести ЛР-300 из деревни Кровососов, а по приходу раскроется жуткая правда. Если вы подписаны на канал и смотрели прошлые ролики, то возможно знаете, кто такой снайпер-маньяк. Это отмененный персонаж из сталкер Тин Чернобыля. Маньяк-убийца убивает всех, кто пытается подобраться к мосту. Вечером собирает добро и уходит тоннелями. Маньяк это очень крепкий ветеран. После сильного ранения убегает в тоннель, применяет аптечки и отстреливается. Передвигается в пределах ЖД тоннеля, немного за его границу. Из-за проблем с логикой и анимацией не всегда способен убить рядом бегающих слепых псов. Некоторые выжившие сталкеры после встречи с ним рассказывали жуткие и даже пошлые вещи. Маньяк не всегда просто убивал свою жертву, а наслаждался добычей. В модификации Lost Alpha свалка скрывает похожего персонажа. На видоизмененной билдовской свалке у тоннеля стоит снайпер в кожаном плаще, который является отсылкой к нашему маньяку. Если вы знаете модификации, в которых также встречался данный тип, то напишите об этом в комментариях. Многие знают, что зомбированные сохраняют человеческие фразы после своей трансформации. Таким образом, если подслушать разговоры зомбированных, то можно услышать очень печальные фразы. Сталкер, которого постигла крайне неприятная участь и возможно даже хуже, чем у зомбированных, это сталкер Рябой. Изначально планировался как Слепой. В любом случае, это персонаж, отмененный в ходе разработки Тень Чернобыля. Товарищ сталкера Лысого, который находится в баре. У данной группы сталкеров была информация, что выжигатель мозгов может выключаться на какое-то время. Поэтому они, как большинство сталкеров, хотели найти клондайк артефактов и свалить из зоны навсегда. Но в один момент все пошло не по плану. Выжигатель внезапно включился и произошло то, что произошло. Лысый испугался и убежал. Рябова спас горбун, но при этом сам погиб от излучения. Рябой не добрался до бара, но люди бармена нашли его на окраине радара и притащили к нему. Забавно, что в релизной версии ТЧ Лысый выдает задание на убийство предателя. Существует вырезанная сцена, которую можно увидеть в билде 22-32. Там можно увидеть Рябова и связанный с ним фрагмент сюжета. В баре 100 рентген. От Рябова Меченый получает информацию про выжигатель мозгов и получает флеш-карту с более подробной информацией. В конце диалога говорит, что превратился в чудовище и совершает самоубийство. Данная часть сюжета удалена из игры. Однако остались упоминания в дневнике Меченого. Есть запись флешка сумасшедшего, которую некоторые ошибочно приравнивают к флешке сумасшедшего сталкера группировки Свобода. Но они никак не связаны. Запись автоматически дается при приближении к барьеру и не несет никакой полезной информации. Так как уменьшение излучения убрали. Визуал Рябова Зомбированный наемник. Также в оригинальной игре в личных заметках можно найти запись после общения с психом. Которая видимо должна была появиться у ГГ после общения с Рябым. Стронглав легендарный трехметровый матерый кровосос. Обитал на заводе Росток до прихода группировки Долг. Говорят, что он настолько умен, что играет со своими жертвами. Стронглав очень старый, живет в зоне Долга. С возрастом мутанты становятся более коварными и сообразительными. В некоторых диалогах на свалке упоминается, что до Чистого Неба там существовали сталкеры. Но в какой-то момент произошел выброс и все находящиеся в баре сталкеры были отрезаны от внешнего мира. А как известно Долг заселил бар во время Теней Чернобыля. То есть во время сюжета Чистого Неба сталкеры были заперты в баре со Стронглавом. Возможно стоит создать целую модификацию на базе данной информации. Стронглав быстро бегает, стремительно атакует, кружится вокруг жертвы пытаясь дезориентировать ее. Возможно разумен, так как создает целые лабиринты с ловушками. В Тенях Чернобыля на заправке в Темной Долине есть кровосос, действующий подобным методом. Стронглав является легендарным монстром и встречается в таких модификациях, как Пространственная Аномалия и Лост Альфа. Возможно я что-то упустил, а если так, напишите об этом в комментарии. В первом играл роль основного антагониста, мистического существа, а во втором босс из лаборатории Х-14 из медзавода. Мало кто выжил после встречи с ним, однако по словам тех сбежавших, в зоне существует особый говорящий контролер. Он встречается во многих модификациях и даже в оригинале сталкера. Он может замаскироваться под облик человека, потому жертва не всегда успевает ускользнуть. Иногда он сам предупреждает, что лучше с ним не связываться. Уходи отсюда, мужик! В некоторых случаях ради забавы он может дать сталкеру какое-то задание, или прикинуться умирающим, чтобы заманить жертву в свое логово для дальнейших развлечений. Он любит подземные укрытия, в том числе шахты и пещеры. Всех этих контролеров связывают одно – они умеют говорить, достаточно умные и хитрые. Не все контролеры в зоне поступают подобным образом, потому закрадывается мысль, что все это один и тот же контролер. Конечно же, существует версия, что это просто особый вид контролеров. Крутые квесты с этим существом можно увидеть в модификации Lost Alpha Extended, или же в обновленной версии Enhanced Edition. Также встречается в возвращении в зону и в Зове Припяти. Наверняка вы слышали тот самый анекдот про Черного Сталкера. В первых двух играх серии можно услышать анекдот. Одиночки упоминают у костров Черного Сталкера. Легенда о Реде Шухове, нынче известном как Черный Сталкер. Ред Шухов в походе к ЧАЭС попал со своей группой в ловушку, где при определенных обстоятельствах предавшие его друзья замуровали в основании саркофага. Некоторые друзья Реда все-таки спаслись, и тогда очень жалели о содеянном. Точно неизвестно по какой причине они его предали, но Ред говорил странные вещи. А друзья были напуганы, возможно поэтому они подумали, что он сошел с ума, или был подконтрольным выжигателем мозгов или прочей фигне. Хоть они и жалели, однако это не остановило Черного Сталкера, которым теперь являлся Ред. Все они заплатили жизнью за содеянное. Таким образом, Черный Сталкер это неприкаянная душа, бродящая по зоне. Незримый образ, стоящий у тебя за спиной, и каждый раз ускользающий от взглядов и детекторов движения. Когда-то он был запланирован персонажем аномалией в Сталкер Обливион Лост. Появлялся на болотах из-за галлюциногенных испарений. Он может атаковать игрока, делать ему ловушки, закрывать перед ним двери и так далее. Способен материализоваться в любом месте и проходить сквозь объекты. Мог наносить легкие повреждения, и скорее всего обладал телекинезом. Персонаж был выдумкой заместителя технического директора ЧАЭС для участия в литературном конкурсе от компании G.C. в втором году. Примечательно, что из Александра Новикова был срисован образ техника Новикова из Зооприпяти и Чистого Неба. Возможно, Черный Сталкер – прототип внешности сталкеров группировки Грех. Что ж, господа, пишите в комментарии, какие темы по Сталкеру вас еще интересуют. Также перед вами появится ссылка на другое видео. Ставь лайк и подписывайся на канал, оставляй коммент и спасибо за просмотр. В некоторых случаях, ради забавы, он может дать сталкеру как... В некоторых...